Я действительно постараюсь рассказать за полчаса про искусственный интеллект. Гич это или некий волшебный фонарь, который освещает нам путь в области безопасности. И, собственно, начать надо, наверное, с ключевой задачи, зачем нам это надо. То есть это не какой-нибудь маркетинговый хайп или это какая-то реальная необходимость. Но кто сталкивается регулярно с безопасностью, с тем, что происходит у вас в логах, в сетевом трафике, в логах приложения операционных систем, знает, что, собственно, раньше, еще несколько лет назад, плюс-минус можно было поделить всю активность на две больших части. Это все, что плохо и все, что хорошо. И между ними, в общем-то, понятно, что был не полный пробел, а были события. Но их было гораздо меньше, и понятно, что их можно было достаточно легко описывать различными статическими правилами. Вот то же самое примерно, как ходить за грибами. То есть у вас есть там мухоморы, которые явно плохие, у вас есть там белые, которые явно хорошие, вы знаете, что одно плохое, другое хорошее. А между там огромный пласт непонятных грибов, можно их собирать либо нет. Вот искусственный интеллект как раз старается закрывать вот этот промежуток, потому что этих событий становится огромное количество. То есть там у нас в сети ЦИСКО за один день генерится там 2 триллиона NetFlow. Понятно, что там описать их статическими правилами невозможно. Необходимо использовать какие-то иные подходы. Вот, собственно, искусственный интеллект, хотя это там самый хайповый термин, который есть, там правильно использовать машины обучения, он и призван уменьшить вот этот разрыв между тем, что плохо и тем, что явно хорошо. И, соответственно, отнести те или иные события к той или иной категории. Соответственно, когда вам надо задумываться о машинном обучении или об искусственном интеллекте в информационной безопасности? Причин 3. Ну, одну причину, что вам просто это интересно, я отброшу. Причин основных 2. Вам впаривает кто-то продукт и говорит, что вот мы используем машины обучения, искусственный интеллект, поэтому мы победим всех ваших врагов. Заплатите нам сотни миллионов за то, чтобы было вам счастье. И второй вариант, когда вы решили сами у себя внутри построить систему на базе машинного обучения. Некоторые там вводные части о том, что это такое. Когда мы строим обычную систему безопасности, традиционную, назовем ее так, ну, это примерно как обычный порошок, его никто никогда не видел, но все про него говорят. Ну, то же самое традиционная безопасность построена на статических правилах. Мы заранее знаем, вот это плохой домен, вот это плохой IP-адрес, вот это плохой хэш. Мы его внесли в черный список, а вот это все хорошее, мы внесли это в белый список и заложили в систему защиты. И она работает, опираясь на то, что мы знали в прошлом, то есть на некие статические правила. Машинное обучение работает немного по другому принципу. У нас появляется дополнительный этап в виде этого машинного обучения. Мы обучили систему, модель, алгоритм на неких данных. Они могут быть заранее размечены, я сейчас про это скажу, либо не размечены. Модель научилась распознавать эти данные, выявлять в них некие закономерности. И дальше, подавая на вход этой модели, этого алгоритма, новые данные, она уже будет, ну, в теории она должна распознавать и сама классифицировать события на хорошие и плохие. Ну, вот так как бы на пальцах работает машинное обучение. И несколько примеров, или точнее один большой пример о том, как это работает в реальной жизни. Наверное, многие либо слышали, либо смотрели «Игры престолов». Там классический сериал, много серий, много сезонов, много смертей. И нашелся человек, который применил к этому машинное обучение. Он создал специальный сайт, на который разместил посекундно, кто, когда, кого убивает в этом сериале. И анализ каждой смерти, это, собственно, интересная такая задачка именно для машинного обучения. Что, собственно, выяснилось, то есть, если разбить серию на 15-минутные блоки, то смерти происходит чаще всего к концу каждого эпизода, то есть в последние 15-минутки. Смерти чаще всего происходит в конце сезона, а не в начале. Соответственно, если мы на базе этой информации построим некоторую модель, то дальше мы можем уже использовать ее в виде аналитики. Собственно, машинное обучение нам нужно не само по себе, а для принятия каких-то решений. И вот, соответственно, у нас на базе машинного обучения может быть четыре типа аналитики. Первое – это описательное. Когда чаще всего умирают герои? Второе – это диагностическое. В какое время лучше всего смотреть «Игры престолов», чтобы увидеть меньше смертей, например, если у вас дети? Третье – это предсказательное. Это вообще высший пилотаж. В информационной безопасности его пока нет. Ну, практически нет, за исключением очень небольшого класса атак. Когда мы пытаемся что-то предсказать, что произойдет в будущем. Но вот в данном случае, в начале восьмого сезона, будет меньше смертей, чем в его конце. Ну, достаточно простое предсказание. Мы, наверное, могли бы это сделать и без машинного обучения, но для упрощения как бы примера. Ну, и предписывающая это вообще космос, когда мы говорим о том, что не только произойдет, но и что сделать, чтобы этого не произошло. Соответственно, в данном случае избегайте просмотра последних 15 минут каждого эпизода, особенно к концу сезона. То есть, вот как бы примеры того, что такое машинное обучение в обычной жизни. Теперь, что такое машинное обучение с точки зрения информационной безопасности? Существует как бы достаточно большой миф про машинное обучение, что это некая такая большая штука, которая учится и которая там принимает решения в реальном времени. На самом деле, это не совсем так. Машинное обучение и машинное обучение, это примерно как грипп и мухомор. То есть, это вещь в вещи. Машинное обучение часто рассматривают как вообще понятие. И машинное обучение есть вполне конкретная задача. Это первый этап, собственно, во всей системе. Первый этап, это мы учимся. Второй, мы реализуем модель в боевой системе, в промышленной эксплуатации. Это два разных этапа. Это означает, собственно, достаточно одну простую вещь, что когда мы систему обучили, она работает, опираясь на обученных данных. Соответственно, если на нее подали какие-то новые данные, на которых она не училась, то система не увидит этих атак. Поэтому обратите внимание, когда вам говорят в маркетинговых материалах, что а вот у нас система искусственный интеллект, она не требует обновления. Но это либо лукавство, либо прямая ложь. Любая система требует обновления. У вас появляются новые данные, вам надо переобучить модель, и вам надо новые классификаторы засунуть в боевую систему. То есть, да, иногда это время занимает очень немного. Если вы сами у себя это реализуете, не пользуетесь чужим продуктом, а у себя реализовали, вы можете этот гэп уменьшить до минимума, но он все равно существует. То есть, это не абсолютно непрерывно работающая система, она всегда итеративная. На это обращайте внимание, это достаточно важный момент, про который часто забывают. Как работает схема? Вы берете некие данные, предварительные, так называемые обучающие или датасеты, загружаете их в некую систему, и самое главное, предварительно их обрабатываете. Либо размечаете, либо выполняете другие действия, потому что система очень плохо работает с сырыми данными. Даже система без учителя, так называемые, чем лучше вы разметите данные, чем их больше, тем лучше будет работать система, она будет лучше предсказывать, классифицировать события, делать какие-то выводы, опираясь на неполные данные, либо на ранее неизвестные данные. Второй этап – это извлечение так называемых признаков. Это один из важнейших этапов. Из сетевого трафика – это, например, IP-адреса, MAC-адреса, длина пакетов, распределение байтов, энтропия. Для веб-трафика – это, соответственно, длина домена, популярность домена, популярность автономной системы, в которой находится домен и так далее. То есть для разных видов анализируемой информации это признаки разные. Чем больше признаков, тем точнее модель, ну и тем она дольше работает. То есть здесь тоже есть такой баланс между количеством признаков, сложностью модели и эффективностью ее работы. Дальше у вас идет тренировка модели. То есть вы разработали модель, либо взяли готовую из опенсорса, тренируете модель на своем датасете, после чего вы делаете для себя вывод. Да, мне эта модель подходит, она дает мне определенный правильный процент ложных срабатываний, ложных необнаружений, либо нет, она вас не устраивает, вы ищете новую модель. То есть я дальше еще про это скажу, но как бы помните, что универсального алгоритма нет. Вы можете использовать регрессию, классификацию, деревья принятия решений, нейросети в конце концов. И нельзя сказать, вот это лучше, вот это хуже. Там для разных задач алгоритмы будут разные, модели будут разные, одни лучше, другие хуже. И в современных продуктах, которые представлены на рынке, используются обычно несколько разных моделей, которые дополняют друг друга, тем самым повышая точность. Да, они чуть снижают производительность и скорость работы, но у них повышается точность. Поэтому в зависимости от того, где вы будете реализовывать эту схему, на потоке в реал-тайме, либо в СИЭМе каком-нибудь вашем или в СОКе, которая постфактум ретроспективу анализирует, у вас будут разные немного результаты выбора этих моделей. Где-то вы будете как бы в ущерб эффективности ориентироваться на скорость работы, а где-то наоборот. После этого вы интегрируете свою выбранную модель или модели в боевую систему, ну и дальше она начинает работать новыми данными, которые подаются уже реальные, живые данные. Соответственно, поскольку злоумышленники регулярно меняют свою тактику, свои методы проникновения, вы также будете параллельно, если вы это делаете у себя, переобучать систему на новых датасетах. Если вы покупаете готовый продукт, опять же, вы будете надеяться на то, что вендор регулярно переобучает свою систему, обновляя ее по мере появления новых методов злоумышленников. И в машинном обучении существует три ключевых компонента, о которых вам надо знать, о которых вы будете либо спрашивать своего вендора, который вам что-то предлагает, либо будете сами задумываться о том, как это сделать. Первый компонент, ключевой, это датасет или обучающие данные, обучающая выборка, их называют все по-разному. Это сегодня основная проблема, потому что на рынке нормальных датасетов, которые бы вы могли взять, их нет. То есть для каждого вендора датасет это его ноу-хау, потому что он, собственно, за счет этого выбился в лидера, например, он за счет этого продает свои решения, он не готов делиться своим датасетом на сегодняшний момент времени. С течением времени, наверное, это превратится в некое коммодити, и на рынке появится огромное количество бесплатных датасетов. И они сейчас, в принципе, есть. Я дальше покажу несколько примеров, которые вы можете использовать, или на базе которых вы можете проверять качество продукта. Но сегодня, к сожалению, общего датасета нет. Например, возьмем одну из задач – мониторинг ДНС, которая используется в 92% рядоносов для коммуникации с командными серверами, для утечки информации и так далее. Продуктов, которые занимаются мониторингом ДНС, или решений, которые занимаются мониторингом ДНС, много на рынке. Но они все закрыты. Вы никогда не узнаете, какой у них датасет, чем они отличаются между собой, эти датасеты. Вот вчера Владимир Бенген из Positive Technologies показывал очень интересный слайд, я его чуть переделал, который применим уже именно к российским вендорам, которые занимаются поставками с Red Intelligence. Два вендора, у которых один и тот же FIT по командным серверам, два российских вендора, работающих с фокусом на финансовые организации, предоставляют данные за один и тот же период. Обратите внимание, у них данные отличаются на два порядка. На два порядка. Это само по себе странно. А когда смотришь на пересечения между этими FID'ами, оказывается там вообще 0,3% пересечения. Это вообще странная тема. Почему у двух компаний, работающих в одном сегменте, в одной стране, для одного типа организации совершенно разные данные? Это как раз говорит о качестве датасета. Поэтому сравнивать между собой продукты достаточно сложно, потому что они работают на разных датасетах, обучались, и они будут давать разные результаты. Обращайте на это внимание. Но вот здесь показаны некоторые примеры датасетов по eBay, которые можно найти в интернете. Это именно open-source датасеты. Кто-то их собрал, кто-то их выложил. Где-то они свежие. Например, NetRosec – это набор пикапов для анализа сетевого трафика или после анализа сетевого трафика, которые можно загонять на системы анализа сетевого трафика, на IDS, на CM и так далее. И, собственно, смотреть, как они реагируют, обнаруживают они всякие широко распространенные вредоносы, либо нет. Есть достаточно интересные датасеты. Например, последний – это ANB-шный датасет. Они каждый год проводят киберучения, привлекая спецслужбы с Америки для участия в этих датасетах. А потом этот датасет… ой, в этих учениях. А потом датасет, то есть накопленный трафик с этих учений, выкладывают в общий доступ. Он выложен на сайте Академии Вестпойнта. Вы можете зайти и посмотреть самый последний датасет, который там есть. То есть на нем обучают свои системы. И есть там по Малваре достаточно много датасетов. Ну, возникает вопрос их полноты, качества, формата. Но они, по крайней мере, есть для первичной проработки и анализа того, что вы делаете, либо то, что вы приобретаете. Можно попробовать и применить, хотя задача там нетривиальная сама по себе, учитывая, что единого формата датасетов сегодня не существует. Достаточно популярной для сбора датасетов является проведение CTF-ов. То есть как бы огромное количество команд пытается кого-то сломать, кто-то пытается это защищать. У вас накапливается огромный объем данных, причем очень таких релевантных данных по методам атаки. Ну, в массе своей это, конечно, типичные атаки, но бывают там появляются какие-то жемчужины, на базе которых можно строить очень интересные выводы. Вот важный момент в датасетах – это разнообразие. То есть у вас должны быть совершенно разные данные, их должно быть очень много, для того, чтобы эффективно строить и обучать вашу модель машинного обучения. Для антиспама, это, наверное, самый типичный пример работы машинного обучения, это должно быть сотни тысяч миллионов сообщений, на которых это будет отрабатываться. По различным элементам заголовка SMTP, по телу сообщения обучается система. Для технологий типа UBA вам необходимо анализировать поведение пользователя, поэтому все, что у вас есть в системе, все логи без ограничений, надо собирать в течение нескольких недель, плюс добавлять атипичные моменты, когда там предотпусками, после нового года, перед 23 или после 23 февраля, ну и так далее. Потому что после этого или до этого у людей разное поведение, это тоже надо учитывать. То есть это тоже достаточно важная задача, и она не так легко реализуема в тот момент, когда вы у себя сами это будете делать. Именно поэтому еще мало компаний, которые сами у себя реализуют машинное обучение. Ну и, конечно, предварительная обработка датасета, это его разметка для того, чтобы система лучше обучалась, лучше понимала, с чем она имеет дело. Потому что модель, в отличие от человека, не понимает, шум это либо полезные данные, ее надо сказать, вот это полезные данные, вот это плохо, вот это хорошо. Ну, либо сказать ей, как это самой распознавать. Если вы этого не сделали, ну для нее будет огромное количество шума, в котором она будет искать взаимозависимости, но она не скажет вам, хорошо это или плохо. И более того, существует там ряд целых класс-атак на технологии машинного обучения, на искусственный интеллект, так называемое отравление данных, когда подмешиваются посторонние данные, которые приводятся к совершенно не тому результату, который должен быть у системы машинного обучения. Второе, признаки. Собственно, это то, как вы определяете, что у вас что-то плохо, либо что хорошо, что лежит в основе. Соответственно, возьмем домен. Ну, на первый взгляд, домен, он состоит из вполне очевидных вещей. Домен верхнего уровня, КОМ, РУ, СУ, РФ и так далее. Домен второго уровня, ЦБР, Сбербанк, ЦИСК и так далее. И домен третьего уровня, как правило, это 3W, но бывают и другие варианты. Это то, что лежит на поверхности. На самом деле, сам по себе домен, это там верхушка айсберга, реально там данных гораздо больше. И они все используются для анализа и мониторинга ДНС, обнаружения, определения какой-то противоправной активности, противоправной деятельности. Соответственно, какие могут быть признаки для того, чтобы анализировать ДНС, что мы будем закладывать в систему машинного обучения. Ну, во-первых, тип записи, ДНС записи. Там почтовый, это не почтовый сервак и так далее. Дальше, это, соответственно, длина домена, распределение символов в домене, его энтропии, IP-адреса, на которых висит домен, автономки, в которых зарегистрирован домен и так далее. То есть, таких параметров набирается порядка трех десятков. Только в одном ДНС-запросе, или там для одного ДНС-запроса, может быть, выбрано порядка 30 различных признаков, по которым можно делать затем выводы о наличии либо отсутствии вредоносной активности. Ну, например, только один признак – это длина домена. В массе своей, там, до 90% всех длин доменов укладываются в 3 байта. Это, собственно, 3W. ВВВ нам всем знакомое. Но есть домены третьего уровня, которые выходят за 3, за 35 символов. То есть, 35 – это примерно вот до этого момента, до этого порогового значения можно считать, что обращение к домену идет более-менее нормальное. Ну, с оговорками. Понятно, что вот если у вас там 200 символов в домене третьего уровня, это уже что-то ненормальное. Это, как правило, используется там фишерами, либо для утечки информации. Ну, вот, например, один из интересных кейсов, когда у вас не внутри ДНС запроса и ответа идет скрытие информации или утечка информации, а в названии домена третьего уровня, там, там, 231 символ, у вас идет кража номеров кредитных карт. У вас этот запрос всегда пройдет через 99% фаерволов, представленных сегодня на российском рынке, потому что ДНС не блокируется никогда. И если, соответственно, у фаервола есть функция инспекции ДНС трафика, он тоже ничего плохого не увидит, потому что внутри ДНС запроса нет ничего, и вся, собственно, утечка осуществляется через название домена. И вот обратите внимание, она нестандартная, то есть левый график как раз показывает стандартное распределение этих доменов, длин доменов третьего уровня. Там в массе своей это три символа, ну и дальше идет по не спадающей, где-то там на 30-40 символах идет практически нулевое количество доменов третьего уровня. И если у вас вдруг такой всплеск, это явная аномалия, скорее всего, это признак вредоносной активности. То есть не потому, что там в сети появились какие-то домены, которые кто-то в уме держит в голове 231 символ, а потому что, скорее всего, это автоматически созданные домены или как раз домены, которые скрывают вредоносную активность. Другой пример. Признаки в сетевом трафике. Ну, обычно сетевой трафик, там мы используем IP-адреса, MAC-адреса, интерфейсы, там протоколы, поля IP-заголовка и так далее, и так далее, для того, чтобы использовать это в EDS-ах, в firewall-ах, там в аксесс-листах на маршрутизаторах, ну и в других системах защиты. Но можно пойти дальше, можно анализировать и большую информацию в заголовке, например, для обнаружения вредоносной активности внутри зашифрованного трафика, без его расшифровки. То есть это тоже такая как бы парадоксальная идея, что у меня трафик зашифрован, по идее я не должен знать, что в нем. А вот по этим метаданам и с применением, соответственно, технологии машинного обучения можно добиться результата в пять девяток. Точность обнаружения вредоносной активности внутри зашифрованного трафика. Только по анализу метаданных, вот этих признаков, которые вот здесь показаны, это распределение байтов, это TLS, это отдельные элементы HTTP-заголовка, DNS-запросов и так далее. Комбинируя эти данные, накладывая модель и имея хорошую обучающую выборку, мы можем достаточно эффективно детектировать в malware внутри зашифрованного трафика. Дальше веб-запросы. Веб-запрос, который мы делаем, обычно URL, он кажется обычным, на самом деле из него можно вытащить 600 признаков, на базе которых обучать систему машинного обучения. И дальше она будет в продакшене работать, обнаруживать те или иные вредоносные действия. Для файлов, ну казалось бы, есть у меня файл, у него есть имя, у него есть расширение, у него есть тип операционки или платформы, на которой он создан, у него есть дата создания, время создания, что еще у него может быть. На самом деле можно набрать до 800 различных поведенческих признаков, которые используют в системах машинного обучения. Работа с сетью, обращение к реестру, обращение или нахождение в автозагрузке, работа с дисковой подсистемой, различные вызовы, которые используются. Все это анализируется, все эти признаки, затем у вас должна быть большая база файлов вредоносных и нормальных, на которых вы будете обучать свою модель. И все, система у вас начинает распознавать новые вредоносные файлы или невредоносные файлы, так работает эвристика. Ну, утрировано, но примерно так она и работает. Дальше, третий элемент это алгоритм. Это, наверное, самое интересное с одной стороны, но и самая непростая задача, потому что вы не можете использовать старые методы. Это правила, это сигнатуры, там индикаторы компрометации, все ложится именно сюда. Вы даже не можете использовать нормальные статистические методы, потому что у вас методы злоумышленников меняются слишком быстро, и вы не можете их запрограммировать или описать сигнатурой. И вам нужны именно алгоритмы, которые будут это распознавать соответствующим образом. Ну вот, простейшая задача. Вот кто может сказать, какой из этих двух доменов вредоносный? Первый или второй? Верхний или нижний? Коллеги, активнее. Нижний, правильно. Нижний как бы вредоносный. Это как бы DJ-домен. Одно из малваря Ровникса. Ну, потому что он виден сразу, там циферки и комбинация циферок символов. Ну, очевидно, что вряд ли нормальный человек, если это не гик, придумает себе такой домен. Вариант номер два. Вот здесь домен. Он уже, с одной стороны, не такой сложный. С другой стороны, последовательность символов, ну, тоже человек, наверное, не запомнит это. Поэтому, да, система там может сделать вывод о том, что он, скорее всего, сгенерирован неким DJ-алгоритмом. А вот третий пример, он совсем не очевидный. Вот здесь какой вариант, как вы думаете, вредоносный? Второй, первый. Ну, вот на самом деле, вы здесь заранее никогда не скажете, потому что они оба нормальны. Выглядит как нормальный, выглядит как нормальный. На самом деле, второй нормальный, первый является вредоносным. То есть, второй является как бы онлайн-галереей, а первый, собственно, является, опять же, очередным DJ-доменом. Потому что злоумышленники тоже модифицируют свои методы. И поэтому, опять же, повторюсь, именно поэтому машинное обучение должно регулярно переобучаться. Соответственно, вот там, NG-DJ, так называемый, когда у вас домен, там, третьего, второго уровня, состоит не из случайной последовательности символов, а из вполне понятных слов из нормального словаря. И вы заранее не скажете, это вредоносный домен, либо нормальный. Вам нужно анализировать активность этого домена. И здесь обратите внимание на несколько важных моментов. Первое, я повторюсь, у вас нет универсального алгоритма для всех задач. Вы будете выбирать разные алгоритмы, их существует несколько сотен. Модели машинного обучения. Есть, понятно, что самые распространенные, там, типа классификации, кластеризация, регрессии, деревьев, принятие решений. Есть менее распространенные, есть малоизученные в информационной безопасности. Например, те же самые нейросети, за исключением анализа видеоизображений и там голоса или текста. Вот поэтому здесь заранее сказать нельзя, какой правильный. Но это один из вопросов, который вы будете задавать своему вендору, если он вам впаривает свои продукты. Какие алгоритмы он использует? И сходя из ответов, можно будет понять, он несет вам дичь, либо он предлагает что-то реальное. Дальше. Вспоминаем, что машинное обучение, оно состоит из двух вещей. Это обучение и исполнение. Поэтому это всегда итеративный процесс, никакого реалтайма. Ну, реалтайм будет, но на тех данных, на которых система обучалась, появилось что-то новое, значит, система это детектировать не будет. Ее требуется переобучать. Поэтому это либо ваша задача, если это ваш продукт собственный, либо это вендор должен вам гарантировать, что он регулярно переобучает систему. Дальше. Выбор алгоритма – это всегда баланс. Поиск баланса между скоростью, аккуратностью и сложностью модели. Чем это больше признаков и так далее, тем менее производительным будет алгоритм. Тем больше времени потребуется на принятие решений. Исходную задачу можно решить разными алгоритмами, то есть разными моделями. Поэтому вендора эту задачу делают за вас, выбирая лучшую модель, либо предлагая сразу несколько. А вам придется это сделать самостоятельно. Если вы строите свой продукт, выбрав лучшую модель под конкретную задачу. Ну и наконец, если датасет не полон или он не размечен, то никакой алгоритм вас не спасет. То есть что на вход подали, то на выходе и получите. Подали фигню – получили фигню. Подали что-то нормальное – получили что-то нормальное. Здесь никакой магии. К сожалению, это работает только так. Без нормальной обучающей выборки никакое машинное обучение вам не поможет. Какие основные алгоритмы машинного обучения? Есть разные классификации, но я предпочитаю следующее. С учителем без учителя. С учителем у вас есть человек, без человека все равно никуда не обойтись, который размечает данные. Говорит, вот это спам, это вирус, или там малварь, это атака, это фрод, это фейковая запись, это вредоносный домен. А вот это нет. И дальше несколько раз, несколько тысяч раз сказав, или сотен тысяч раз сказав алгоритму, что это вот так, а это не так, алгоритм начинает дальше сам учиться на тех данных, которые ему подают. В случае с алгоритмами без учителя, а их меньше всего сейчас в безопасности, у вас вот этот процесс размечивания данных берет на себя также алгоритм. Это сложнее в реализации, поэтому это гораздо реже встречается. У вендоров это реже реализуют в реальной практике, хотя, наверное, с точки зрения там будущего, соотношение будет постепенно переходить в сторону алгоритмов без учителя. Но сегодня проще всего реализовать с учителем, поэтому грамотный датасет является очень важным. Ну вот, соответственно, как работает идентификация подозрительных ДНСов? У вас огромное количество ДНС-запросов, их там десятки миллиардов в сутки, то есть база накапливается огромная, дальше они по алгоритмам, соответствующим нескольким алгоритмам анализируются, и на выходе вы выдаете, собственно, вердикт. Нормальный домен, явно плохой домен и, соответственно, все-таки непонятный домен, потому что машинное обучение вам никогда не даст стопроцентный ответ, вот это все плохо, вот это все хорошо, и между ними пустота. Вот ноль между ними никогда не будет, все равно даже машинное обучение оставит некий зазор, когда непонятно принятие решения. Ну вот, соответственно, как это будет работать, там один из механизмов для доменов. То есть у вас есть для типичных вредоносных активностей некие проанализированные, запрограммированные в модели всплески, и дальше вы эти всплески накладываете на то, что вы видите в реальном времени. Вот, соответственно, у вас есть там, например, DJ активность, у вас есть там эксплойт-киты, которые распространяются с какого-то, с каких-то доменов, есть фишинговая активность, у вас для каждого из них своя картинка, свой шаблон, и вы то, что видите в реальном времени, просто накладываете. То есть это и делает модель машинного обучения. В данном случае оно совпало там с эксплойт-китами, все, мы считаем, что этот домен эксплойт-киты, даже если его нет в черных списках, в наших, и блокируем. Или даже если он в белых, все равно блокируем, потому что статус доменов регулярно меняется, ломают и вполне легальные домены. В случае с анализом файлов это простое дерево принятия решений. У вас есть пороговые значения, у вас есть там 800 признаков, ну плюс-минус на каждый файл, и вы это решение принимаете. И на выходе у вас есть некое финальное решение, некий вердикт, опять же он вероятностный, о том, что файл чистый, файл вредоносный, либо все-таки файл находится где-то между. Такое тоже бывает, то есть опять же не ждите здесь панацеи, что там современные EDR, EPP, NG, антивирусы и так далее решат все задачи за вас, и распознают все 100% неизвестных вредоносных вирусов. Это из области фантастики. Есть еще одно деление, но оно не столь популярное, хотя эти алгоритмы часто называются. Это классификация, это самый простой, самый первый, наверное, алгоритм машинного обучения, который ты и машинным обучением назвать сложно, это скорее обычная мат-статистистика. Ну, машина обучения это и есть мат-статистистика, более продвинутая. Соответственно, классификация, это, как правило, с учителем, и используется для хорошо размеченных данных. Фишинг, фрод, диджеи, ДНС, подмены и так далее, и так далее. Кластеризация, когда вы заранее не знаете, что куда отнести, но по неким схожим признакам разбиваете это на кластеры, на группы, и дальше уже анализируете эти группы. Соответственно, вот здесь показан пример одного из решений, где у вас анализируются входы в облачные сервисы из их географических точек. Соответственно, вот вы видите, у вас почти 5000 из Юты идет вход в некое облако, а дальше идут нестандартные входы, потому что они аномальные. Там 7 из другого города в Юте, там 6 из Буэнос-Айреса, там 1 из Сан-Франциско, ну и так далее. Это аномалия на фоне того, что у вас большинство входов для вас идет из одного города. Соответственно, там первый кластер, это вот эти 4700 входов из одного местоположения, остальное разбивается по другим кластерам. Но они рассматриваются как аномалия, а за счет дополнительных признаков, не только откуда зашел пользователь, у вас принимается решение, будет это вредоносная активность, либо просто аномалия, человек поехал в командировку и так далее. То есть, если бы вас анализировали, вот вас, сидящих здесь, у вас регулярно вход, например, в вашу систему, осуществляется из офиса, и один раз в год вы заходите из тьмы таракани под названием Магнитогорск. Для любой системы машинного обучения это аномалия. Но если у вас каждый раз, каждый год это происходит из того же места, машинное обучение научится, что это нормально. Ну, если это, конечно, не в 5 утра, ну и так далее, разные бывают варианты. Вот, поэтому обращайте на это внимание, здесь тоже стопроцентного вердикта не будет. Есть еще нейросети, но нейросети в информационной безопасности пока не столь популярны. Они в основном используются для анализа сложных датасетов. Видео, голос, там потоковые какие-то данные. Для простых датасетов, хорошо размеченных, там цифры, таблички, там логи те же самые и так далее, используются обычные с обучения и без обучения, там, как правило, классификация, там регрессия и тому подобные вещи. Нейросеть это вещь достаточно специфичная и пока она именно в информационной безопасности, за исключением обнаружения фейков, видеофейков или голосовых фейков, не нашла своего применения. Вот, понятно, что используется много разных алгоритмов, я про это уже сказал. И основная проблема сейчас возникла с людьми. Вот в свое время, там, мой коллега Антон Чувакин, который завтра выступает в Москве, к сожалению, а мы тут все сидим, вот, он в 2000 году на одном из московских мероприятий выступал, сказал, что проблема анализа рисков в том, что у вас либо есть модели, но нет данных, либо есть данные, но нет моделей. Вот сейчас, там, перефразирую фразу, можно сказать, у нас дофига данных, у нас полно моделей, но нет людей, которые это могут совместить вместе. Вот, так называемые дейта-сайентисты в области безопасности, это колоссальная проблема. Антон говорит, что в мире пять человек, которые можно отнести, дейта-сайентисты по кибербезопасности. Ну, понятно, что он немного лукавит, наверное, но это действительно проблема. Обученных людей, которые знают, что такое машинное обучение и что такое безопасность, очень мало. Вот, поэтому машинное обучение еще и поэтому буксует, непонятно, как это все применять и работать. Я специально не буду говорить про искусственный интеллект с точки зрения объекта атаки, это тоже достаточно тема популярная, существуют разные типы атак, реально реализуемых атак, и поэтому, там, внедряя технологии машинного обучения, у вас появляется новая головная боль, защитить модели или защитить датасеты, если вы это делаете сами. Потому что для вендора это, там, своя головная боль, а для вас это ваша будет головная боль. И это тоже нетривиальная задача, защитить эти, как бы, два набора данных. Вот, и в заключении, что бы мне хотелось сказать по теме машинного обучения. В большинстве своем, несмотря на большой хайп вокруг темы машинного обучения, большинство игроков находится на самом первом этапе своего развития. Кто бы что ни говорил. У них есть неплохие работающие решения, но это решение одно. Оно вряд ли, тот наработанный опыт, может примениться к другой области информационной безопасности. То есть он, этот опыт нереплицируемый, а значит, это еще не вышло на некий оплаток продуктивности. В одном направлении везет вендору, в другом направлении он выпускает продукт, а он не работает, так как от этого хочет производитель. Поэтому обращайте внимание и никогда не опирайтесь только на машинное обучение. Вам придется использовать набор технологий. Старые правила, старые, как бы, черные списки, ну и, конечно же, стат-модели и модели машинного обучения. То есть только комбинация сегодня позволит эффективно бороться с современными угрозами. Ну и прежде чем идти в машинное обучение, вам все равно придется ответить на три банальнейших вопроса. Но они банальны на первый взгляд. От этого будет зависеть, стоит вам туда идти самостоятельно, либо не стоит. Если вы туда не решили идти и ограничитесь вендором, который вам предлагает свои продукты, то вот пять вопросов, которые вы можете задать ему и проверить, насколько он вам толкает дичь, либо это действительно там некий волшебный фонарь, который сделает вашу жизнь сказочной, и вы сможете приехать в следующий раз на солнечное банное и рассказать о своем колоссальном опыте применения машинного обучения. Но вот два последних вопроса из этого списка, они очень стрёмные для любого вендора, потому что никто вам никогда не даст свой датасет, по крайней мере сейчас, и вы никогда не сможете свой датасет засунуть в то, что есть у вендора, потому что у них это все вещи неотделимые друг от друга. Это, как правило, наколеночное решение, ну хоть и в промышленных масштабах, поэтому свое туда засунуть очень сложно. Если вы решились сделать сами, опять же, ответьте себе на вопросы, где у вас датасет, где вы его будете брать. Соответственно, есть ли у вас модель, а самое главное, есть ли у вас люди, которые смогут объединить первое и второе. Достаточно большая проблема, здесь надо искать выпускников различных математических вузов и которых натаскивать на тему информационной безопасности. И приведу два примера. Наши внутренние разработки, служба безопасности ЦИСК, это делала, это не продается, я сразу скажу, не рассматривайте это как рекламу. Несмотря на то, что там огромное количество денег у компании, мы не нашли продукта на рынке, мы сделали это для себя, но мы не можем это продать больше никому, потому что это настолько заточено под нас, что оно не реплицируется, оно идеально работает у нас. Это там система аналитики, как бы с Red Intelligence, мы анализируем порядка 4 тысяч источников фидов в ежедневной деятельности службы безопасности. Там ни 2, ни 5, ни 100, 4 тысячи источников, поэтому там требуется машинное обучение, чтобы отделять шлак от реальных каких-то данных. Это работает, но это нельзя продать наружу, к сожалению. А может быть, к счастью, тут вопрос такой. И второе, это решение класса UEBA или DLP. Мы это делали продукт еще до того, как UEBA стало модным. Называется это ICAM. Идея очень простая. У нас как бы огромное количество файлов с нашей интеллектуальной собственностью. Исходники, конструкторская документация и так далее, которые, собственно, многие хотели бы украсть. Поэтому очень активно отслеживается поведение и работа с этими файлами. Это порядка 40 миллиардов файлов анализируются данной системой. И вот, собственно, мы анализировали огромное количество датасетов. Обратите внимание, это датасеты физической безопасности, видеонаблюдения, HR, ну и, конечно же, айтишная составляющая. Дальше накладываем на это соответствующие модели. И на выходе, да, получаем идеальный результат. У нас утечек не было ни одной из компаний, связанных с нашей интеллектуальной собственностью. Всего один человек обслуживает эту систему. Но это не реплицируется, обратите внимание. То есть у себя мы это сделали, и можем этим хвалиться, но мы не можем это никому предложить. Потому что в каждой компании будет своя специфика. Именно поэтому машинное обучение находится только на начальной стадии своего развития. Те продукты, которые вы видите, это, да, верхушка айсберга, но это то, что может реплицироваться и там работать в массовом масштабе. Все остальное это всегда уникальные разработки, а таких, как я сказал, уже достаточно мало. Вот, поэтому это, наверное, все, что мне хотелось сказать вкратце по поводу машинного обучения. Большое спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ